Здравствуйте, друзья. Жители 20 многоэтажек в Омске одевают все, что только можно надеть. Потому что... Что ж таки опять, блядь, Европа мерзная, ебаный рот. Замерзла не Америка, а Омская область. И уже сегодня жильцы более двух десятков многоквартирных домов Омска жалуются на холодные батареи. Такой холодной зимы в своей квартире Валентина Васильевна и не припомнит, чтобы хоть как-то согреться, кутается во все теплые вещи в доме. Валентина Васильевна политика не интересовалась, поэтому кутается во все теплые вещи в доме. Батареи у нас чуть-чуть тепленькие, тепла никакого не отдают. Жители Германии, кстати, все окна пооткрывали. Уже не знают, куда жару эту деть. В те годы ничего, топили нормально. А нынче вот они ерунду какую-то порят с нами. Не топят нифига. Как проголосовали, так и натопили. В пятиэтажке номер 4 по улице Бульварная вместе с пенсионеркой замерзают еще 80 семей. Поверьте, в куртке в квартире я сейчас не просто так. Здесь действительно холодно. Берем вот такой тепловизор, наводим на угол 16-17 градусов. Это при том, что рядом находится батарея. Это при том, что рядом проходит труба, по которой качают газ для обогрева Европы, Турции и Китая. А в подземных хранилищах, Миллер говорит, рекордные запасы природного газа. Ой, надо же, как неудобно. Неудобные вопросы не успели закрасить. Когда мобилизованных отпустят, почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну? Когда закончится война, когда будет мир над головой, когда начнутся мирные переговоры? Новости из категории можем повторить. На этот раз повторить смогли и афганцев, которые ходят с протянутой рукой в электричках. А да, выплаты, да, блядь. Обещанная хуйня ваша. Да, блядь, по электричкам шастает. На табличке написано, хотел заработать легких деньжат на чужом горе. В Самаре женщина украла на работе 12 тысяч пачек офисной бумаги на 24 миллиона. И купила себе квартиру. Красава, блядь. А устроилась бы на птицефабрике. Хочет на наебала шофику. Воровать яйца. Купила бы половину Самары. Что бы вы хотели попросить на Новый год? 60-е есть, блядь. Пощады, пощады, просто пощады. И не воля это гол. 24-й. Пощади, а. Не, ну сколько уже можно? Благодарить Господа за то, что мы живем в ебаной стране, согласен. В реально свободной стране. Вот я, блядь, мочить. Еб, как близко было. Было еб, как близко. Видео с кучей кранов в одной квартире. Это, оказывается, видео из Одессы. Поправочка. Президентский фонд культуры выделил 8 миллионов рублей на две патриотические песни. Патриотические песни. Это когда россияне с низкой социальной ответственностью, вшитой на китайской фабрике куртки, в японских наушниках, в американский микрофон кричат, как сильно они любят Россию. Город Бийск, Алтайский край. Жильцов просят сдать ношенные дырявые колготки для второй армии мира. Вторая армия мира. Пакетик. А колготки? Ее пакетику, блядь. И разбор следствия. Я хуею, блядь. Колготки, нахуй им колготки, блядь. Для плетания крово-защитных сетей, блядь. Ее па твою мать. Киев за три дня. Освободитель вернулся домой, в обшарпанные стены. Подивился, сука, как люди живут. Теперь приехал до себя, блядь. Жилы, вернее. О! Телефоны, часы новые. Надо сразу похвастаться перед мамкой, чтобы гордилась, какого вырастила сына. А сережки мамки золотые не привез. А, видимо, золотые сережки пришлось командиру бригады отдать, чтобы отпустил в отпуск. Колготки, мам, кстати. Дырявые, не выбрасывай. Пацанам на фронте нужны. Для победы. Российские биатлонистки приехали на соревнования в Уфу. Воздуха наберите. Туалет у нас вообще жесть. Посмотри, какой с***. И даже нету шторчки. Нету у нас даже ободка. Это вообще прикол. Ты посмотри на смеситель и раковина. Как бы так, на секундочку. Посмотри, какой ужас. Как это ободка нету. А тазик за унитазом, по-вашему, для кого оставили? Колбаса украинская. После доноса больше не украинская, а краинская. С***, демоны, блядь. Ну, чтобы директора не посадили. Жители поселка Мехзавод, возле Самары, перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. Может, хочется, я поможу, блядь. Китаны варик. Жители села в Липецкой области пожаловались Путину, что у них нет воды и сказали, что все равно за него проголосуют, даже если он не построит им водопровод. Вода, которая течет из крана, не является питьевой. Содержание нитрата в ней значительно превышает норму. Когда и появилась программа «Чистая вода», у нас появилась надежда на модернизацию... Программа появилась, вода не появилась, блядь. ...сей нашей системы водоснабжения. Для этого нам необходим новый источник забора воды с современной системой очистки из... Где и взять, как вас, нема ни хуя. ...состаточной пропускной способностью. Строительство водопроводов... В Китае, хіба, блядь. ...вода планировалась на 22-й год. Чуть-чуть потерпеть перенесли уже, блядь, на 28-й. Шо ж таке, блядь. ...было перенесено на 23-й год. Блядь, не вгадал. В письме от управления ЖКХ было принято решение. Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажной работы были перенесены на 25-й, 26-й год. Второй ответ от правительства Липецкой области. Строительство дополнительных источников водоснабжения не требуется. Программа «Чистая вода» заканчивает свое действие в декабре 24-го года. А наши местные чиновники меняются креслами, забывая о своих обещаниях, которые давали жителям поселения. Уважаемый Владимир Владимирович, надежда только на вас. И в 24-м году мы голосуем за вас. А будто дальше, блядь, сидите нахуй. Так, ну что надо голосовать, они уже поняли. Только не поняли, за кого именно надо голосовать. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья.